Гришка снимает штанишки. Славик, я очкую. Смогу ли я носить эти джинсы? Друзья, привет! У Гришутки день рождения, вы об этом знаете. Happy birthday! А главное, об этом знают люди, которые хотят подарить подарки. И сегодня мы из одного подарка, кстати, это Long River из прошлого ролика. Ссылка будет в описании. Достаем другой подарок. Подарок из Японии. На самом деле, те, кто подписан на меня в Instagram и смотрит Stories, уже знают, что этот подарок у меня в руках. Он пришел. И сейчас мы будем его распаковывать. Вот это поворот! Так, что же может быть из Японии, интересно, а? Что же там может быть? Ну, давайте мы сейчас вот так вот ножичком подденем. Надо действовать аккуратно, потому что там что-то ценное. Итак, тадам! Похоже, ребята, у Гришки будут новые штанишки. Посмотрим. Вот они, родимые. Япония. Это у нас фирма Тануки. Тануки. Это слово знакомо многим. Многие ходят в ресторан Тануки быстрого питания. Но тут все гораздо круче и сложнее. Давайте мы эти джинсы сначала рассмотрим полностью вдоль и поперек, а дальше и примерим. Давайте сначала посмотрим на логотип. Значит, логотип этот, это зверь-оборотень. Обычно его в виде енотовидной собаки изображают, как сейчас. А в кого уж там перерождается этот зверь-оборотень, я не знаю. Но совершенно точно он приносит удачу, по поверьям японским. Не спроста, не спроста этот зверь-оборотень здесь изображен. Потому что никто точно не знает, кто конкретно стоит у истоков этих джинсов. Или джинсов, правильно говорить. Но не важно. В общем, говорят, что к этому причастны джинсовые известные производители из пятерки. Из японской известной пятерки джинсовой. Соответственно, и оборотень-зверь, да, это некая секретность и оборотень. Никто не знает, в кого он переродится. Но по мнению обладателей этих джинсов, очень качественный продукт. Ну, об этом мы, я думаю, запишем еще ролик, уже когда я их поношу. А теперь рассмотрим патч. Знаете, я уважаю подарки, поэтому я хочу все с чувством, с расстановкой, все прям показывать, рассказывать. Значит, это оленья кожи 1 мм. Здесь две полоски. Они символизируют. Нижняя полоска символизирует прошлое, историю, традицию. А верхняя вот эта полосочка символизирует настоящее. Воплощение всех этих традиций и историй в настоящее. Ну, видите, со временем она чуть-чуть уменьшилась. Не все запомнили. Но, тем не менее, вот эти джинсы конкретные, которые мы с вами сейчас рассмотрим, это примерно такие джинсы, которые стояли у истоков. Они не такие широкие. Выполнены из джинсовки 15 унций примерно. И в данной версии у меня ванвош. Ванвэйтикет. Ванвош значит, что их на заводе, после того, как сшили, замочили, и они высохли, я предполагаю, на солнце. Что еще можно сказать про эту джинсовку? Как уверяет производитель, это не слабе, но одна из нитей прослаблена. То есть, они немножко будут выражать фактуру. Но и это еще не все. Вот эта джинсовка, она очень интересно покрашена. Сначала 7 раз эти джинсы были прокрашены одним составом, а последний другим составом. За счет этого джинсы имеют глубокий синий цвет. И когда будут вытираться, при фейдинге, эти джинсы не будут уходить в зеленоватый, в красноватый, какой-то коричневатый оттенок. Они будут вот именно синие. Это круто. Вот я сейчас провожу рукой и уже чувствую, что она уже окрашивается. Ну, не знаю, это не видно, но я сам это не сильно вижу, но чуть-чуть, да? Она уже окрашивается, это нормально. Когда я буду носить эти джинсы, они будут окрашиваться. На болтах, естественно. Ну, этим уже никого не удивишь. Дальше. Здесь у нас, кстати, правильно, заклепки называются холнитены. Холнитены у нас пробиты с мясом. Ну, это почерк японского денима. Пятый карман. Целыш виднеется здесь изнутри. Кстати говоря, по поводу ниток. Мы почему-то, вот я редко уделяю внимание ниткам. Здесь лимонный цвет, оранжевый цвет и еще синий цвет присутствует. Ну, не знаю, классно. Смотрится интересно. Как обычные джинсы, синий цвет он не выделяется на фоне джинсовки. В общем, классно. У нас еще внутренний шов, видите, выполнен синим цветом. Мы сейчас еще изнутри посмотрим, с изнанки. Давайте сначала посмотрим селвиш. Ну, он здесь присутствует и это хорошо. На самом деле, я бы удивился, если бы его здесь не было. Внизу джинсы достаточно узкие. Мне это нравится, но я беспокоюсь, что я могу в них не влезть. Ну, посмотрим. Переворачиваем. Смотрим с обратной стороны. Карманы. Минимализм. Я вижу минимализм. А вот эта вот строчка, мне кажется, здесь, наверное, да, я так и думал. Изнутри, видите, здесь есть карманка. В карманах вот она, эта строчка. Но эта строчка, она такая техническая, ее не видно. Карманы отстрочены, как обычно. К верху, к уголкам, идет расширение. Почему? Ну, мы уже знаем, что здесь тоже стоят заклепки скрытые. Вот они, эти скрытые заклепки. И закрепки синим цветом. На кармане мы видим также две полоски. Прошлое. Настоящее. Шлепки здесь достаточно такие объемные. Это сделано специально, чтобы они лучше вытирались. От этого все тащатся. Вот изнутри оверлок. Все как надо. Так, что у нас внутри? Здесь все швы, естественно, цепным стежком выполнены. Заклепки скрытые на карманах. Это у нас мешковина. Карманка такая достаточно плотная, но мягкая. Мне кажется, никогда она не протрется, ничего с ней не будет. И это у нас пуговица с обратной стороны. Здесь тоже есть логотип. Цвет ниток вот здесь лимонный, оранжевый. И кое-где вот по внутреннему пошаговому шву синий цвет. Ну, изнутри все очень качественно выглядит. Меня устраивает. Так, и материал. Смотрим джинсовку изнутри. Здесь видно, значит, это техасский хлопок средней длины волокно. И он неоднородный. То есть, здесь все-таки есть небольшой эффект слабе. Ну что, ребят, примерим джинсы, наверное, да? Ну, попробуем. Так, хорошо. Сейчас я, Григорий, для вас надел микрофон специально. Ну, его придется выложить вот так вот. Вот Гришка снимает штанишки. Так, одни штанишки снимает и вторые надевает. Ну, давайте попробуем, ребята, показать все, что скрыто. Скандалы, интриги, расследования. Блин, они реально узкие. Я что-то, Славик, я очкую. Ты успокойся. Так, ну что, блин, как думаешь, герой? Надену, не надену? О, ребята, конькобежный спорт. Не прошел даром. Вот эти вот ляхи мои. Такие, да? Зато я могу приседать со штангой. О, смогу ли я носить эти джинсы? По-хорошему их надо лежа надевать. Ладно, боже мой. Оп, 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 оп. Так, ну что? Пол дела сделано, осталось застегнуть. И опаньки! Застегнулись, ребят, вместе с микрофоном. Сейчас обратно. Оп. Есть. Есть. Ой, ребят, это целое мучение. Впервые застегивать джинсы на болтах, потому что они еще не разработаны. Дальше, конечно, будет лучше. Но пока, давай-давай, последний штрих. Все, все, ребята, нормально. Значит, смотрите, сидят они на мне вообще плотно. Очень плотно. Прям очень плотно. Но я могу сказать, что так они и должны сидеть. Почему? Потому что эта ванвош версия, она больше не будет садиться. А вот в этих местах они подтянутся. Это 100%. Так, смогу я поднять ногу? Давайте попробуем. Я просто хочу подвернуть. Ребят, а что вы ржете? Вы сами так же будете выглядеть. Вы так же будете выглядеть, если захотите купить такие же джинсы. А купить такие же джинсы вы сможете легко. Сайт будет в описании. Также будет промокод, потому что всегда Григорий пробивает промокоды для своих подписчиков. Ну, это сайт Denimio, сами знаете уже. Наша скидка на всю корзину. Кроме всего прочего, цены и так низкие. В общем, пользуйтесь. Ну, вот, можете посмотреть еще, как они сидят. Ну, по-моему, неплохо. Не знаю, по ощущениям, прямо то, что надо. Я хотел всегда джинсы узкие, но боялся, что я в них не влезу. В эти джинсы я влез прямо вот только-только. Но я уже чувствую, что они уже на мне свободнее сидят. Они растягиваются. Все очень хорошо. В общем, ребят, давайте лайк этому видео ставим. Еще я, знаете, что придумал? Я же сделаю репост ВКонтакте, на Фейсбуке, еще в других социальных сетях. И если вы поделитесь этим видеороликом, тогда я на вашу аватарку поставлю лайк. Зайду в ваш аккаунт и лайк поставлю на вашу аватарку. Ну, и вообще буду благодарен. Вот, так что делаем репосты, господа. Пишем комментарии, как вам эти джинсы, нравится или нет. Ну, не знаю, мне нравится. 15 унций, но они все равно достаточно плотные. На лето, ну, на наше лето, в нашей полосе, я думаю, будет хорошо. В общем, буду фигачить луки. Как-нибудь оденусь так под эти джинсы, да. И следите за моим инстаграмом, тоже ссылка будет в описании. С вами был Григорий Пронин. Денимио, спасибо большое за подарок. Мне очень приятно. Ну, и всем, кто посмотрел, всем респект. Пока. Ах, блядь. Сука, как их снимать-то теперь? Субтитры сделал DimaTorzok